По улицам, где ездит Назарбаев в Сарагаше, всё идеально. Проехался бы он и по нашей. Жители улицы Бустандыгская в Сарагаше мечтают, чтобы по их улице проехал сам президент. Говорят, для главы государства дороги ремонтируют идеально. А пока по этой дороге не может проехать не только кортеж Назарбаева, но и простые легковые машины. Жители возмущаются тем, что во время дождей на их улице можно забуксовать даже пешком. Скорая к нам не едет, полиция тоже, потому что не знают, как заехать. А вот такси может приехать, но за тройную плату. Сколько хотели жаловаться, жалко. У нас у казахов ведь так, мы будем мучиться, но главное, уяд был майсандеп. В местный Акимат жители улицы обращались не единожды и всегда получали ожидаемый ответ. Будут деньги, сделаем, пока средств нет. Но внезапно перед выборами на улице устроили народный сход. Избирателям представили будущих депутатов с обещаниями отремонтировать дорогу и построить водопровод. Как только голоса были собраны, депутаты пропали вместе с обещаниями. Невесело смеются жителям. Вот эти депутаты обещают, когда мы их избираем, они обещают освещение нам поставить. У нас тупиковые улицы здесь. Вот обещают поставить освещение, сделать дорогу. Как избираются, все уже. Вот сидим вот так. Комментировать ситуацию коммунальщики и дорожники отказались. Но, как выяснилось, Аким район о проблеме наслышан. Только вот сделать пока ничего не может. Нет средств. По дороге плохой дорожной есть жалобы по району. Мы постоянно контролируем. Мы на сегодняшний день асфальтируем 80 улиц, но проведены газификацией, водоснабжения. Те, которые проводятся или же будут проводиться, мы не будем пока асфальтировать, потому что это ущерб бюджетных средств. Как сложится ситуация с дорогами в Старогаше, пока неизвестно. Жители города просят руководство области, а именно Жан-Си Татьюми Баева, помочь в решении проблем. Главное из которых начатое и незаконченное благоустройство города и района в целом. Шудин Саидов, Марат Давлетов, Камила Сайфулина. Информационная служба телекомпании «Утрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова